Привет, друзья! С вами дядюшка Розе. И это гайд по катакомбе отступников. Я думал, что эту же тему все обсосали, но нет. Приходят новые люди, их его знают, не видят той информацией. Про катакомбы отступников много кто что говорил. Как проходить, даже тот товарищ мёртвый, которого я уважаю как культовую личность, которая сделала контент в этой игре, очень хороший. Мы сегодня поговорим про катакомбы отступников. Это информация для новичков, ничего нового я тут не расскажу. Два похода в катакомбы отступников. Это как одиночка и катакомбы отступников клановые. Ну чем они отличаются? Тут вы ходите в одиночку, а тут в кланом. Поход в одиночку. Поход катакомбы отступников проходят в понедельник всегда пятница, 12 утра и 20.50 вечером, два раза в день. Открывается рядом с мини-картой. Вы нажимаете регистрироваться и через 5 минут открывается вход, который будет открыт 3 минуты. Если вы не зайдёте, то вы не сможете поучаствовать. Вот вы видите карту катакомбы отступников. Видите, два лагеря. Первый лагерь, второй лагерь. Четыре этажа. Вот это первый этаж, второй этаж, третий этаж и первый, второй этаж ещё. Есть такой этаж. На всех этажах появляются РБ. Вы начинаете здесь, идёте, проходите первую комнату и упираетесь первого босса. И теперь самое главное, почему именно лучник? Почему я говорю именно за лучника? Потому что у лучника есть такой скилл, называется смертельный выстрел. Который срабатывает каждые 0.5 секунд его активацией. Одиночная цель, он выпускает 3 стрелы. Получается вы делаете не один удар по боссу, а целых 4. Просто он выпускает стрелу и плюс скилл 3 стрелы, правильно? 4 удара в секунду. Боссы в катакомбах, они не как в обычном мире Lineage 2 Mobile. Когда вы их бьёте, считаются только ваши тычки. Лучника за счёт этого скилла, он имбовый. Я это понял ещё на третий месяц игры. Как ни странно, когда попал с одним персонажем, с ником Дрова 1, вроде в нём был тогда ник. Он был на лучнике, но он был нуб-нубом. Я на маге был, я его там убивал очень быстро. Я думаю, о, он против меня попал, сейчас я его сделаю. И эта Дрова топ-1 занимает в катах. Я не понимаю, почему это так? Это я потом уже понял, что за счёт от этого скилла, то бишь, если я магом буду бить в РБ, то у каждого скилла по 5 секунд, по 4 секунды, он, удар пламени делает одну тычку, всего лишь одну тычку. Скиллы очень долго кдшатся, то бишь, я на маге никогда по тычкам не переиграю лучника. Не знаю, никакой класс не сможет лучника переиграть. Вот вы видите результат. Это я играл, мне повезло попасть с донером. Конечно, нет того боя, что я играл в катах. К сожалению, оно не записалось, ну то есть я не нажал запись. Но я думаю, вы поняли, почему лучники, да? Я надеюсь. И, кстати, каждый альт на аккаунте, это отдельный персонаж. И вы можете каждым альтом с аккаунта сыграть в катакомбах отступников 5 раз, чтобы попасть в лигу новичок. Очень вкусные награды на завершение сезона, то бишь, через 3 месяца. Не так уж долго, но цель для пробуждения и редкая книга на выбор. Ее можно передать через склад. Ей также можно закрыть коллекции, которые, то бишь, это очень полезно. Катакомбы отступников. Это как остров пробуждения. Один из подземелий, которые, ну, по-любому нужно посещать. Вот мы видим катакомбы отступников. Ваш лагерь, там верхний или нижний. Мы начинаем. Время отсчета заканчивается. Мы входим в игру, заходим, встречаем нашего первого босса. Мы на лучнике, даже на синем лучнике, очень хорошо. Если нет красного, очень хорошо синий лучник тоже подойдет. Только не забудьте купить стрелы. Упираемся в нашего первого РБ. Исходы битвы такие. Смотря с какой стороны попадется донер. Это решит исход битвы в основном. Но бывает такое, что все упираются в РБ. Никто никого не трогает. Такое бывает. Иногда бывают там равные силы какие-то дерутся. Особенно на последнем боссе, когда вы будете на Лилит. Если вы будете именно на лучнике, это очень много решает, если честно. Это вклад на лучники или просто на каком-то магии. Или там, я не знаю, на арбалете стоять. Но это не тот будет вклад, который вы сделаете. А именно на лучнике. Давайте, чтобы я в кат и заходил. И видел, что именно мои подписончики самые лучшие играют на лучниках. То бишь, убиваете первого РБ. С РБ выпадают вот такие вот свитки. Вот видите, я их пронумеровал от 1 до 8. Также эти свитки можно купить за монеты у NPC. Но это я дальше расскажу. Каждый свиток, они чем-то похожи, как в Некрополе, кто был. Ну это Некрополе, думаю, уже ребята должны понимать игру и уже выкачанными быть. Первый свиток у нас получается, это Арфен. Второй свиток Суцептор Ядра. Третий свиток Королева Муравьев. Четвертый свиток он захиливает. Пятый свиток он наделяет вас силой. Там статы вам ХП накидывает, урон накидывает, ПДФ накидывает. Вот этот шестой свиток, наверное, самый, он такой полезный, потому что последнего АРБ, которого вы будете бить, вот оставляйте этот свиток, по-любому берегите на Лилит. Ну и Суцептор Ядра. И как бы восьмой свиток Фир, да? Давай седьмой. Это вы накладываете дебаф на врага, по нему проходят сильнее тычки. И восьмой это Фир. Устрашение там на несколько секунд. Очень полезный скилл. Если видите лучников, пытайтесь кидать на них Фир. Или Суцептор Ядра. Вот, к примеру, Арфен он кидает в рут на определенное время. Суцептор Ядра телепортирует в лобби, в лагерь. И Королева Муравьев встанет. Да, вот второй скилл, вот этот второй скилл, он очень крутой. Толпу людей стоящих. Вбегаете в нее. Ну, сначала прожимаете шесть, потому что вам Фир могут кинуть. Увидят, что вы в них хотите вбежать. Прожимаете шестерку. И Суцептора Ядра по ним бам. И они в город улетели, ну в лобби. Каждый свиток нужно использовать с умом. И свитки только использовать на Лилит. На последнем боссе. Вот именно Суцептора Ядра. Не пытайтесь, пока 10 тысяч очков не наберутся. Так, давайте пойдем дальше. Мы убиваем первого РБ. Делаем телепорт. Вот такой красный телепорт на второй этаж. На втором этаже будет первая комната с зеркалами. Мы пробегаем ее. И мы остаемся бить на мобах монетки. Жизни важные монетки. Но это можно уже на свой класс переключаться. То, что у вас быстрее получится набить эти монетки. Набиваем эти монетки. Помогаем добивать второго босса. Если можно это сделать. Если противоположная команда, конечно, не забирает этого босса. Забираем свитки и монетки еще со второго босса. В 12-30 появляется телепорт в вашем лагере. С этого телепорта можно телепортироваться в храм богини. То есть хлилит. Второй этаж. И в межкомнату он тут будет. Каждый телепорт отвечает за свою межкомнату. Но там же есть такой круглый шарик. Телепорт на противоположную сторону вражескую. Потому что босс именно в межкомнате, между первым и вторым этажом, он появляется в 12-30. Он появляется рандомно или на вашей стороне, или сопернику. Но тут уже очень спорно. Бить его, бежать и нет. Потому что четвертый босс появляется именно когда наберется 10 тысяч очков. И то бишь, когда вы видите уже на циферблайте, неважно какая команда побежает. Вам нужно закупиться у NPC. Вот 8 тысяч очков. Вы видите, вы закупаетесь у NPC. Два вида товаров. 1.20 монеток, другой 50. За 50 монеток отвечает за 1, 2, 3 свиточки. Тот же за 20 монеток, за остальные свиточки. 4, 5, 6, 7, 8. И то бишь, вам решать, что покупать. У вас должен быть свиток на хп. Ну, южайте его с умом. Потому что у него есть определенное время. Если он у вас один, попался с первого босса. Вы его юзнули сразу. То эффект к лилит, ну он пройдет. Этого свитка. То тоже понимаете, когда его юзать. Лучше его юзать на лилит именно. Чтоб вы могли выжить. То же самое, как 6 свиток. Очень важный. Фир 8 свиточек. Очень важные свиточки, которые вам принесут победу. Решают только сверх какие-то доны. 5 свиток, вот пример, у меня уравнивают с каким-то среднечком. Он меня не может пробить. За счет этого свитка. Я спокойно стою на лучнике, врезаюсь в РБ. Он там меня бьет. Тратит на меня время. Я там еще могу 6 свиток проюзать. Он вообще меня никогда не пробьет. Один вариант играть. Это на лучнике. Это упираться в первого РБ. Потом упираться в второго РБ. А потом смотреть по очкам. И идти на последнего РБ. То есть лилит. Там уже в зависимости, кто вам попался. Кто будет против вас. Потому что была такая ситуация. Кого не бил, просто все упирались в РБ. Такая, ну бывает. И не все смотрят за очками. И вот мы с одним парнишкой забежали на последнего РБ. Он увидел, что там подходит лимит уже очков для вызова лилит. 10 тысяч. Да, и я увидел. Мы прибежали. Призывается лилит. Мы в нее упаруемся. Но по очкам вела противоположная команда. Они забрали первого босса, второго босса и третьего босса. Но наши видно там мобов побили. Там зеркала побили. Ну как всегда там есть боты. Просто получить награду. Ну там победят, проиграют им все равно. На победу там за ранг. А за ранг как бы или мастер, или ветеран очень большая разница. Потому что ну надо в катакомбы ходить. И надо думать головой, как играть ваши действия. Для победы вклад в команду от каждого зависит индивидуально. Прибежал на второй этаж. Уперся в зеркало. Убил зеркало. И все. И ждешь пока закончится катакомба отступников. Так не нужно делать. Это только, ну если вы хотите там твина провести. То пять боев вам нужно всего лишь сыграть. И вам результат не важен. Если вы на основе играете, надо напрягаться. Немножко напрягаться. Надеюсь я вам объяснил все правильно. Теперь я буду видеть больше лучников. В катакомбах отступников. Не надо думать, что типа у вас там колы закрыты на милишника. Я маг. И я играю на лучнике. Вы видите 54 уровень. Мои статы. 93, 46, там 126. Я в топ 5 вошел из-за того, что я играл на лучнике. Да, нам повезло. Нам попался там донер один. Который вырезал просто всю команду. Но бывает такое, что не попадаются донеры. А просто аппаранты в РБ попадаются. И вы должны понимать, почему именно лучник. И почему он рулит в катакомбах отступников. Давайте ребят. До встречи в катах. С вами дядюшка Розе. Всем до новых встреч.